Всем привет! Вы на канале Сергей Гончаренко и сегодня мы откроем вот эту вот посылку, в которой находится китайский чай пуэр. Если вы не первый раз смотрите мой канал, я уже распаковывал китайский чай. Была одна посылка, это вторая и еще будет, ну не знаю, может быть 2, 3 или 4 еще точно не знаю, но заказывал в дороге еще пару штук точно есть. Так вот, в предыдущем видеоролике я распаковывал точно так же китайский чай пуэр, только заказывал у разных продавцов и чтобы они хоть как-то отличались. Ну, во-первых, я по китайскому чаю не эксперт, это первое и в целом я даже по чаю не такой уж большой эксперт, могу так сказать. Ну, смотрите, что приехало. Так, без опознавательных знаков. На прошлой упаковке было точно так же в бамбуковый лист запечатано. Запечатано не проволокой, здесь обычной жестяной или металлической проволокой запечатано, еще открыть нужно постараться. Это первое, ну и второе, там на нем был указан рецепт 75-62. Какой это? Сейчас попробую посмотреть по заказам. Да, я сейчас посмотрел, никакого рецепта, надписей нет, у продавца никаких характеристик. То есть, ну, покупал я все в одно время, по незнанию, просто хотел попробовать, что к чему и как. В прошлом я рассказывал видео, что есть небольшой запах при заваривании, запах рыбы. Ну, здесь есть несколько теорий. Первое, что некоторые чаи так и пахнут, такие запахи и есть у них. И вторая теория, что, ну, не высшего качества, можно так сказать, или нарушены, может быть, условия хранения, или, может быть, то, что это не лучшего качества. Просто-напросто чай может быть, как говорится, второй сорт, или отбраковка, или еще что-то. В общем, можно придумать много чего, всяких историй, но вот как-то так. Итак, смотрите, немного все-таки сыпется брикет, но брикет плотный. Давайте покажу вам на камеру его внешний вид. Вот так вот смотрится. Смотрите, есть листки, видно, что листки крупные, а вот почек чайных, ну, практически нет их, незаметно. Это точно так же не из дорогих чаев, или, как правильно будет, чаев, чаев. Так что это для пробы. По запаху, ну, очень схож на прошлый. Ну, не знаю, может быть, очень-очень сильно отдаленно, где-то может быть и есть запах рыбный, ну, или мне просто-напросто уже кажется так, но очень сильно по запаху напоминает черный чай. Давайте сейчас попробуем его заварить. Прежде, наверное, если вы вдруг смотрите первый раз этот видеоролик, я вкратце скажу, что есть два самых распространенных вида шу-пуэр и шен-пуэр. Вот как раз вот это вот шен-пуэр, это самый распространенный. Есть небольшой экскурс по чаю. Кстати, вот этот вот продавец указывает, что это 2006 года, то есть на сегодня, на 2021 год, этому чаю 15 лет. Опять-таки, есть несколько вариантов, что может быть и да, и нет. Он там некоторое время ферментируется, готовится, сушится, поджаривается, и потом отлеживается очень долгое время. Так что вполне возможно, что ему и есть 15 лет. Ну, а может быть, второй вариант, что это сказки для туристов. По чаю есть два самых распространенных варианта, вида шу-пуэр и шен-пуэр. Вот это вот как раз шу-пуэр, это массовый, который больше всего продается и более популярный. И также они отличаются по приготовлению. В одном случае это сырой чай, он не поджаривается. В другом случае это чай поджаривается и долго ферментируется. Вот этот вот чай поджаривается, ферментируется от 30 до 60 дней, а потом сушится снова и прессуется, и он дальше может лежать вот этот раз 5, 10 или более лет. Есть два самых распространенных мифа или заблуждения. То, что пуэр-чай хранится в земле или ферментируется в земле, это неверно. Как я и сказал, срываются листы, они сушатся, обжариваются, сушатся, потом ферментируются, потом снова сушатся, прессуются и отлеживаются. Второе заблуждение это то, что от китайского чая пуэр сильно прет, сильно бодрит, покруче кофе. Отчасти это может быть и верно, потому что здесь точно так же содержится кофеин, и не только кофеин, здесь есть и бодрящие вещества, и успокоительные. Ну, например, кофеин, а также успокоительные, более такие как гамг и тианин, гамма-аминомасляная кислота. Ну, и также есть флавиноиды. Если посмотреть его положительным свойством, то об этом можно рассказывать очень много и долго, и в большинстве случаев это для любого нормального черного, зеленого чая и даже отчасти кофе может быть. Ну, а в целом, самое основное, он очень полезен для желудка, выводит шлаки, повышает ваш метаболизм, повышает кислотность желудочного сока, соответственно, переваривание немножко будет улучшаться. Также, так как он содержит кофеин, он немного еще повышает и давление, так что будьте внимательны. Ну, и по поводу рецептов, я думаю, вы будете встречать или где-то уже видели рецепты. На упаковке будет указано 4 цифры, там 75-72, 75-62, ну, например, прошлый у меня был, по-моему, 75-62. То есть, первые 2 цифры 75, это год, в котором придуман этот рецепт. Ну, то есть, сорт чая, приготовление чая, не сам чай, а просто рецепт. Третья цифра, это сорт листов и почек, крупность их, качество. И последний номер, двойка, в некоторых случаях или часто встречается, это номер завода или фабрики, на котором изготавливается данный чай. Ну, это самое основное, то, что я узнал за время, пока этот чай шел ко мне, и пока я первый вариант пробовал и испытывал. Ну, а теперь давайте попробуем его заварить. Итак, в теории, как лучше всего готовить данный чай? Ну, во-первых, я скажу, что я не буду использовать никакие специальные заварники, у меня нет никаких фарфоровых, там, глиняных и каких еще стеклянных. Я все по старинке, ну, как по старинке, все просто и легко. Вот такой вот заварничек сюда закладываем чай, опускаем в чашу, и он заваривается. Вот таким вот методом я буду заваривать. Опять-таки, еще раз скажу, я не гурман. Наполняем заварничек, вот, практически полный. И здесь самое главное, что нужно сделать первый пролив, соответственно, что это получается, просто-напросто залить секунд на 10-20 первый раз, а потом уже заливать и слить вот это вот все, и заливать. Я же, естественно, просто пролью в обычной чаше. И потом заливать уже приготовленный для питья. Зачем делать первую заливку? Первая заливка делается для того, чтобы, можно так сказать, чай немного раскрылся и раскрыл свой запах, вкус и цвет, аромат. Ну, вот это вот все. А потом уже вы завариваете. Заваривается он, ну, можно сказать, моментально. Некоторые говорят, хватает 2-3 минут для заварки. Этого вполне достаточно. Ну, вот мы сейчас сделали полный первый пролив и будем делать второй пролив. Вода, одни говорят, можно заваривать там и 90, и 100 градусов, только закипевший чайник. А вторые говорят, что идеально 80-85 градусов. Ну, я думаю, большой разницы здесь не будет. Я пробовал и так, и так, и большой как бы разницы не заметил. Итак, давайте 3 минуты дадим настояться чаю и сделаем второй пролив. Второй пролив будем точно так же делать здесь. И некоторые говорят, что немного даже меняется вкус. Итак, первый пролив у нас, можно сказать, закончился. Здесь прошло где-то около 3,5 минут. Давайте теперь еще один. Смотрите, чай черный, реально очень и очень черный, насыщенный. Давайте посмотрим еще на второй. На второй пускай простоит минут 5. Ну, немного остынет, и мы это все попробуем. И здесь завершился второй пролив. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Так, смотрите, вот первый пролив темный, трехминутный. Три минуты и настолько темный чай. Запах. Ну, вот запах, я скажу, очень сильно схож к предыдущему. И вот второй пролив. Можно сказать, практически такой же темный. Смотрите, разница, да не знаю, может быть здесь и нет разницы. Я, кстати, пробовал вот этот вот чай заваривать 3 раза. И все 3 раза он был темный. То есть, в теории говорят, что его можно свободно заваривать 5 раз. Ну, там в течение, наверное, дня, светового дня. Если это будет длиться дольше, то, я думаю, хорошего из этого ничего не будет. Запах и там, и там он одинаковый. Давайте немного все-таки дадим ему остыть и буду пробовать. Но, честно говоря, запах немного отличается от предыдущего. Итак, попробовал я и первый, и второй. И что я хочу сказать, что по вкусу они практически не отличаются. Есть, присутствует вкус или, может быть, послевкусие небольшое. Древесный, может быть, землянистый. Вот как-то так. Есть какие-то нотки. Но еще раз скажу, я не гурман. И отличия между вторым и третьим проливом. Первый, напоминаю, вот здесь. Он отдельно, мы его проливали. И никаких отличий, честно говоря, не заметил. По вкусу здесь немного менее выражен рыбный запах. И поэтому, может быть, этот немного и лучше. Либо же он практически отсутствует. Вот как-то так я это все расскажу. И что хочется сказать. Еще хочу дождаться остальных и сравнить их все вместе. И понять, нужно оно мне это или нет. Так как после первого чая я подумал, что что-то может быть не так. Или не повезло с чаем, или с экземпляром. Или может он такой и есть. На сейчас пока вывод сделать не могу. Буду ждать остальных. По данному видеоролику у меня, в принципе, все. Все ссылки на вот этот вот чай, этот первый, второй. И какой будет еще третий, я оставлю в описании под этим видеороликом. Всем, кому это видео чем-то понравилось или было полезным, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал и соцсети. Делитесь этим роликом с друзьями, знакомыми, близкими. Ведь многим он может быть интересен и полезен. Ну и всем спасибо за просмотр. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok